Привет, я Энни Мэджик Ох, сколько вы узнаете сегодня подробностей из нашей личной жизни Фух, короче, я готовилась к этому видео очень долго И морально, и физически И я решила рассказать вам то, чем никогда с вами не делилась Я не знаю, бывает ли у вас такое, что вас какой-то вопрос просто мучает и сводит с ума Вот меня эти вопросы мучили постоянно Что не так с моей кошкой, если она писает вот в такой позе? Чем опасен запах ее мочи для моего здоровья? Почему она постоянно копает в туалете? Что с моей кисой Алисой не так, если она мяукает, когда ходит в туалет? Почему она написала мне прямо в кровать? За что? Я думаю, что те, у кого есть кошки, вы тоже наверняка задавались этими вопросами Я же не одна такая сумасшедшая Я даже установила скрытую камеру в кисином туалете, чтобы заснять, как она это делает И что она выберет на этот раз И то, что засняла скрытая камера, меня безумно удивило, вы скоро увидите В общем, я изучала свою кису Алису внимательно Я прочитала кучу статей и исследований ученых По пути я даже узнала очень мега важную информацию для своей жизни Почему беременным ни в коем случае нельзя трогать кошачий лоток? И как ребенок может умереть от кошачьих какашек? Короче, как вообще все устроено в этом сложном, как оказалось, туалетном кошачьем мире? И, внимание, сегодня мы с вами будем тестировать кое-что новенькое Что мы с вами только не проверяли Так что обязательно пишите в комментариях, что мне взять на следующий безумный мэджик-тест Какой бренд, лежанки, игрушки, корм, любые товары для животных, про которые вам интересно узнать И, конечно же, рассказывайте свои истории про котиков Мне все интересно почитать, и тем более классные длинные комментарии получают мои ответы, сердечки и лайки Погнали! А, если ты еще не подписан на мой бусте, обязательно подписывайся, потому что там будет контент, которого не будет нигде Приходи в мой телеграм, потому что там ты узнаешь все самым первым И обязательно подписывайся на канал, мы идем к 3 миллионам, нам осталось совсем чуть-чуть А теперь погнали! Это моя кошка Киса Алиса И если вы давно подписаны на канал, вы все знаете, что у нее очень много странных привычек Но сегодня-то мы с вами обсуждаем подробности ее очень личной жизни Прямо желтая пресса какая-то Поэтому странная привычка моей кошки номер один Она копает не только туалет, но и еду Вот скажите мне, что это значит? Пока я не рассказала вам всю тайну, напишите в комментариях свои версии Она что у меня? Такая глупенькая, что путает миску корма с туалетом? И вообще, вот вы думаете, что она копает, потому что она такая чисто плотная? Фи, тут грязно Кстати, у кого из вас есть кошка или котик, может быть был или есть ваших близких Или вы хотели бы завести, тогда поставьте лайк На это видео, а если вы прям совсем не любите котиков, прям поставьте дизлайк Я хочу посчитать, сколько тут среди нас кошатников Мы с вами ошиблись, всю жизнь прожили в иллюзиях Нет, конечно же, кошки чистюли, да, сколько раз там они в день умываются Но закапывают они совершенно не поэтому И знаете, что это? Инстинкт от предков Вот так говорят нам ученые и исследователи Вот представьте, вы знали, что хищники по какашкам или мочея Могут реально понять, кто и как давно это оставил Самец это или самка, больной или здоровый Серьезно, мне иногда кажется, что мы люди просто какая-то отсталая цивилизация Мы вот посмотрим на какашки И что? Какие выводы мы из этого можем сделать? Даже если мы понюхаем это Ничего Мы просто с вами ничего не поймем Просто такие Ладно Ну короче, кто хочет, чтобы его сожрали? Никто И котики тоже Поэтому они закапывают все свое добро Чтобы их не могли найти и не могли узнать о них никакой информации Запароливают свои файлы, архивируют, VPN включают И хотя нашим как бы с вами кошкам скрываться уже не от кого Они все равно делают это по привычке А некоторые, как моя киса Алиса, даже еду закапывают в миске Они пытаются спрятать свою добычу Прикол, да? И кошки обожают копать, если вы замечали именно всякие природные штуки Землю в цветах, песок на улице И поэтому чем натуральнее ваш наполнитель, тем лучше И в этот раз для нашего мега-теста Я купила Алисе новый кошачий наполнитель Smelly Cat Переводится как Вонючий кот По-моему, очень классное название Я прочитала на их сайте, что это типа ирония над другими наполнителями Которые постоянно говорят Мы вот за чистоту и за комфорт Но на деле часто не работают и вообще не заботятся о запахе Так вот, Вонючий кот Я все время буду смеяться в этот момент, простите Это ребята из России И они проводили все свои опыты, как и я, на своих животных Опыты в хорошем смысле слова Я прочитала, что у них у самих много кошек И все они живут у них дома И именно они стали испытателями Из-за того, что очень много хороших зарубежных наполнителей ушло с рынка Они решили сделать свой Протестировали кучу вариантов И сделали для своих котиков типа с их слов прям вот самый лучший наполнитель Короче, типа делали для себя, значит хорошо И они говорят, что самая главная их фишка, что он реально не воняет Но вы-то знаете, что у меня огромный опыт Я проводила тесты разных наполнителей от самых дешевых до самых дорогих Так что сегодня мы вместе с вами проверим Насколько они и правда хороши Мэджики в деле Ладно, это уже был перебор, простите Смэли Кэт это наполнитель из бентонитовой глины То есть 100% натуральный эко, как сейчас модно говорить И это значит, что он правда безопасен для кошек Копай сколько угодно И в вопросе натуральности мы правда можем поставить ему 5 звезд из 5 Посмотрим, насколько он хорош в остальном, да, киса Алиса? Знаете, какой один из самых популярных вопросов в интернете от кошатников? Почему кошка перестала ходить в лоток? Второй момент касательно Алисиных привычек Я тоже столкнулась с такой ситуацией Моя киса Алиса оказалась у меня Когда была вот таким вот малюсеньким совсем котеночком Брошенным кем-то в канализацию Которую я спасла И, конечно же, первое, что я сделала Я купила ей лоток, чтобы приучить ее к туалету И у меня получилось Но в какой-то момент мы переезжаем в дом И киса Алиса просто перестает ходить в свой лоток Это очень нас спасло, что у нас есть улица И она ходила туда в песочек, когда гуляла Но многие котики живут в квартирах И начинают ходить рядом с лотком Или в лоток только писают, но не какают Некоторые вообще не обращают внимания на лоток И ходят где-нибудь в квартире Это, конечно же, ад для хозяев Потому что запах кошачьей мочи и фекалий Реально относят к одному из самых неустраняемых запахов в мире Я решила эту проблему очень просто Сейчас расскажу как Но сначала я собрала специально для вас Мучилась, лазила, шарилась по всему интернету Список вопросов Посмотрите его сейчас, проверьте себя И ответьте на каждый Удобный ли у вашего котика лоток? Кто-то сейчас такой Серьезно? Коту нужен какой-то особенный, удобный лоток Неудобный ему, видите ли Да? А вы как думали? Кошке вот такие создания Им реально может не нравиться лоток Он должен подходить ему по размеру, форме В него должно быть удобно забираться И если он ходил, но перестал Возможно, он просто вырос из своего лотка Может, вы его так раскормили, что он уже просто в него не влазит Я за жизнь кисы Алисы сменила 4 вида лотков О, кстати, давайте заодно заценим Smelly Cat по удобству Продается он вот в такой упаковке Картон, это хорошо Чем меньше пластика, тем лучше для природы Заботьтесь о природе, пожалуйста, ребята Это очень важно, иначе мы скоро все умрем Мне лично намного удобнее хранить коробку Чем вот эти вот все мешки И они либо бумажные, экологичные, но зато рвутся, особенно ручки Либо вредный пластик А тут плотный годный картон Можно потом вообще для другого хранения использовать Кстати, вот эти котики на упаковках Это все личные котики производителей На каждой пачке разные кошечки Я бы, наверное, стиль рисунков выбрала менее яркий Я вообще в последнее время люблю все очень минималистичное, монотонное Поэтому это все вкусовщина, меня не слушайте Я бы поставила 4 с плюсом за упаковку и дизайн Вот вы напишите, нравится вам или нет Поставьте свою оценку Следующий вопрос Проверяйте себя, правильное ли место для лотка Кошачий туалет должен находиться в самом укромном, теплом и тихом месте дома Где редко ходят люди или есть какой-то постоянный шум Иначе котик сам выберет себе такое место в доме Например, будет гадить за диваном И ему будет вообще пофиг, где лоток Можно вообще дать выбрать Я вот лично проводила эксперимент Ставила несколько лотков в разных местах И в конце концов киса Алиса выбрала самую тихую ванную комнату Правильный наполнитель И да, я сейчас серьезно Если коту не нравится наполнитель, он может вообще туда не ходить в туалет И сейчас кто-то такой Лоток ему подавай удобный Комнату удобную Наполнитель удобный Чтоб посрать серьезно Как не прискорбно сообщать Да И почему котику может не нравиться наполнитель Причин куча И часто котикам не нравится Просто как наполнитель шумит Я протестировала, кстати, Smelly Cat На шумность, как я обычно делаю И поставила ему твердую 4 с плюсом из 5 За то, что он практически не шумит Вот примерно такой звук он издает По сравнению со многими наполнителями, которые я тестировала Это просто супер оценка Что еще может не нравиться коту? Пыль Киса Алиса от какого-то наполнителя даже чихать начинала А некоторые котики с коротенькими мордочками Я сейчас скажу умное слово Брахицефалы Могут даже задыхаться частичками этой пыли Я уже не говорю о котах и людях, астматиках Для них пыль это вообще ад Дело в том, что это глина Которая прошла многократную термическую обработку И она не содержит пыли В отличие от многих других наполнителей Я, конечно же, как я обычно это делаю Провела полноценный тест на пыльность И вы сами видите своими глазами Какие получились результаты По остальным нашим любименьким пунктам для людей Чистота, впитываемость, экономичность, запах, удобство уборки Мы протестим его позже Следующий вопрос Продолжайте проверять себя Кошка может быть на стрессе Бывает, что кошку в туалете что-то напугало Или пугает постоянно Громкий шум Резкий крик Плач Или вы переехали Смена обстановки Новые люди Животные Все это очень сильно может напрягать кошку Ну, а вам было бы комфортно писать и какать Когда рядом кто-то орет Стучит, гремит Поезда ездят Люди ходят Дети плачут И вы такие Ничего, ничего, все нормально Ну, а кошка просто найдет другое место Или будет терпеть Вообще, новые запахи кошку реально могут сильно напрягать И это следующий пункт Поэтому, когда вы моете лоток Лучше не пользуйтесь никакими ароматическими средствами А может быть вы просто перешли на новую марку наполнителя А он ароматизированный У котика появился новый запах И этот запах может не нравиться коту И кто-то сейчас такой Еще и запах должен быть удобный Понимаете ли Да Я не шучу Вот, например У тестируемого сегодня мной Smelly Cat Есть такие запахи Манго-грейпфрут Вы уже почувствовали, как тропиками пахнет? И ланг, и жасмин Лайм, и имбирь Кокос, и банан Зеленый чай И цветочная поляна По мне, очень необычные и нестандартные запахи Обычно что у нас там? Лаванда Ваниль А тут такой нестандартный подход И у каждого свои фишки И вот что же произошло на скрытой камере Мне лично самой было интересно попробовать кокос с бананом Манго с грейпфрутом и ланг с жасмином Поэтому их я и купила И, конечно же, как обычно, я провела тест Я дала кисе Алисе выбрать самой И как она это делала, вы удивитесь Кошку не заставишь пописать, когда тебе надо Поэтому киса Алиса сначала посидела в жасмине с лангом Потом в манго с грейпфрутом В банан с кокосом даже не залезла А потом и вовсе ушла Я поставила ставку, что в конце концов она выберет и ланг с жасмином А как думаете вы? Вы еще успеете дописать свою ставку в комментах? Итак, чтобы наш эксперимент был чистым и абсолютно честным Я решила поставить в туалете нашего робота Рэдди Просто как скрытую камеру без движения, чтобы Алису не смущать И вот, наконец-то, я дождалась Киса Алиса пошла в туалет А теперь смотрите, что происходит Она не идет в первый попавшийся, который был ближе к ней Она реально начинает выбирать Потом скажите мне, что животные глупее, чем люди Сначала она идет в банан с кокосом Но потом начинает сомневаться в выборе И переползает в лоток с манго и грейпфрутом Но и тут она снова сомневается Ведь ей дали такой большой выбор Почему бы сначала не опробовать все варианты? Она снова перебирается, смотрите на это И на этот раз выланг с жасмином Но это еще не конец Что происходит дальше? Она реально изучила все три запаха Ииии, внимание! Она возвращается в кокос с бананом И в него-то она уже и идет в туалет Это же капец! Кошка реально выбрала на свой вкус Так что мое предположение не оправдалось И моя ставка проиграла Вот такой вот выбор сделала киса Алиса И самый прикол в том, что когда я снимала другой тест Она тусовалась где-то рядом Видела разные наполнители Я их меняла прямо на столе Во время съемки другого эксперимента Она снова сходила в туалет именно с ароматом кокоса и банана Она окончательно подтвердила свой выбор Как будто реально такая Точно этот, сто процентов Кстати, все эти ароматизаторы, они безвредные И, конечно же, как вы понимаете Пахнуть наполнитель начинает уже после того, как кошка сходит в туалет Но насколько он борется именно с запахом мочи Мы проверим чуть позже И следующая причина, почему котики могут отказываться ходить в туалет Очень неожиданно Это количество котиков Закон для кошатников звучит так Если у вас дома несколько котиков, то у вас должно быть на один лоток больше, чем котов Потому что, оказывается, кошки не любят ходить в один и тот же лоток со всеми Им нужен собственный отдельный унитаз На всякий случай на один больше Потому что кто-то другой мог сходить в твой унитаз Короче, мы люди реально просто какая-то отставшая цивилизация Мы все какаем и писаем в одну дырку Хоть нас 10 живет, хоть нас 5 А кошка такая Нет, у меня должен быть собственный унитаз Следующий момент Легко ли коту добраться до лотка? Запомните, никаких закрытых дверей, никаких кладовок Потому что кошка может подумать, что больше за эту дверь ходить нельзя Ну и, как мы с вами уже убедились, котики намного привередливее, чем нам казалось раньше Поэтому да, следующий пункт это грязь Помойте лоток просто и смените мне наполнитель, свиньи Кстати, Smelly Cat в плане впитываемости и комкуемости по мне оказался одним из лучших наполнителей, которые я тестировала Но дело совсем не в том, что он из бентонитовой глины Потому что многие знают, что глина реально хорошо впитывает влагу, комкуется И если вы такие, круто, надо просто купить глиняный наполнитель Нет, все опять не так просто, вы ошибаетесь Важен именно производитель и какую глину он использует Помимо того, что это должна быть бентонитовая глина Надо еще, чтобы и процент содержания монтмариланита Я выговорила это слово В этой глине был максимальный, как вот как раз у вонючего кота Вонючий кот Именно как раз вот этот вот монтмариланит И отвечает за впитываемость и способность комковаться И очень жаль, что другие производители, я вот никогда не видела, чтобы они писали это на своих упаковках То есть они такие Да-да, это бентонитовая глина Глина же классно впитывает Глина же классно комкуется Так вы вот глина берите, очень дешево Покупаем глину Но мы-то с вами умные ребята И кто смотрел наши тесты, тот видел И теперь знает, что часто, даже если это бентонитовая глина Она все равно может превращаться в жуткую грязь Либо вообще в глиняную жижу А у некоторых на дне образуется влажная, вонючая масса А иногда вроде норм, но получается такой гигантский комок Что пачка наполнителя уходит за пару раз Ну и конечно же я протестировала Smelly Cat И вот у него все совсем не так Реально по результатам теста можно поставить ему отличную оценку в этих пунктах Он максимально быстро впитывает И реально очень хорошо комкуется Причем комки получаются не гигантские Они очень плотные Они не рассыпаются И жидкость впитывается в такое количество наполнителя Небольшое, что его тратится немного И теперь мы знаем, что все, что вы видите сейчас Это благодаря Монт Морила Ниту И спасибо производителю, что они не пожадничали Вот так поковыряешься, поубираешься в лоточки Помоешь ручки и вроде бы все окей Фух! А если бы я была беременная То мне бы вообще нельзя было прикасаться к лотку Вот прям совсем убирать За кицолисой должен был бы кто-то другой А все потому, что можно заразиться таксоплазмозом У нас сегодня просто такой ролик Брахицефалы, Монт Морила Нит, таксоплазмоз Все, ухожу делать научпоп канал, пока Токсоплазмоз это опасная болезнь Которую кошки переносят в себе всю жизнь И какие-то частички, например, наполнители или пыли от него Могут оказаться на руках, лице И эти паразиты через беременную мать попадают в организм эмбриона И ребенок может родиться больным Может произойти замершая беременность или выкидыш Фух, кстати, про уборку Даже иногда грязь с лотком может стать причиной, почему ходик Котик отказывается ходить в туалет Поэтому очень важно, чтобы наполнитель не цеплялся за лапки И не разносился вокруг С Мелликет в этом вопросе я ставлю 5 звезд из 5 Потому что я протестировала, как обычно я это делаю Цепляемость к лапкам киса Алисы этого наполнителя И как вы видите, вокруг лотка все очень чисто Нет ли у моего котика проблем со здоровьем? Вот еще один вопрос, потому что очень часто они ходят мимо лотка, когда болеют или плохо себя чувствуют Тогда нужно сходить к ветеринару Причем потому, как кошка ходит в туалет Можно определить, болеет ли она чем-то или нет Я сейчас покажу прям несколько лайфхаков И третья странная привычка моей кисы Алисы Это то, что она мяукает, когда ходит в туалет Но это происходит редко Чаще всего она мяукает после туалета Обязательно расскажите, есть ли у вас такая фишка у котика Я стала рыться в интернете и читать об этом и очень удивилась Что не только я, но и многие хозяева замечают, что когда их котик ходит в туалет Он разговаривает, как говорят люди Он мяукает, что-то там бурчит А у некоторых даже плачет Почему? И снова идем по пунктикам Есть несколько причин Первое, это детское поведение Кто-то сейчас такой Чего? Чи-что? Котята в детстве даже не могут покакать Сами И мама-кошка вылизывает им попку Делая таким образом им там массаж, чтобы они покакали А потом их же сама и моет То есть котята мяукают, чтобы мама поняла, что пора помассировать попку мне А потом пора помыть мне попку И даже когда котята становятся старше, они продолжают мяукать, сообщая маме Мама, я покакал И вот котеночек взрослеет, становится взрослым котом Но все равно по привычке продолжает это делать Мама, я покакал В таком случае можно на это не обращать внимания, как бы Но еще бывает, котики мяукают, когда им что-то не нравится в их туалете Они таким образом сообщают Они как бы нас зовут Эй ты, двуногое человеческое существо кожаное, приди и, например, приберись Кстати, говоря об уборке и возвращаясь к нашему тесту Вонючий кот, благодаря как раз вот этой впитываемости своей и комкуемости Его очень легко убирать Очень удобно и экономно Смотрите, когда жидкость попадает в Smelly Cat, получается небольшой комок Именно потому, что гранулы очень мелкие И этот комок крепкий, он не разваливается, поэтому его легко убирать из лотка Внимание, это же Magic Epic Test Поэтому я не остановилась на простом Я решила проверить, правда ли хватит Smelly Cat на месяц, как они заявляют на своей упаковке Я высчитала, сколько раз в среднем Алиса ходит в туалет в день по большому и по маленькому Умножила на 30 дней, посчитала, сколько комков мне придется убрать Искусственно при помощи воды я создала подобную ситуацию Плюс я вышла несколько грамм наполнителя, которые прилипают к каллу Я заливала его без особых пауз, но даже при таких условиях вышло, что его реально хватает на 30-дневное количество пописок Но больше обрадовало то, что даже при таком обильном поливе дно лотка оставалось сухим Smelly Cat никак не хотел сдаваться Придется поставить ему заслуженные 5 звезд за чистоту и экономичность Кстати, вот бывает как раз, что кошка кричит именно когда какает Или котик плачет, когда писает Скорее всего у него реально что-то болит и надо к ветеринару Может быть, например, у него запоры, ему от этого больно Кому бы не было больно, нам тоже больно, когда у нас запоры Ну ладно, не будем об этом А вот на проблему с мочевым пузырем указывает именно поза мочеиспускания Посмотрите на эту картинку В норме кошка должна писать вот в такой позе А если спина сгорблена, кошка сидит вот так и еще и мяучит, значит точно что-то не так У моей киси Алисы было такое после перелома Как вы помните, у нее очень болела спина и позвоночник и задняя часть тела Поэтому она не могла легко покакать Мы даже давали ей лекарства и слабительные для того, чтобы ей легко было ходить в туалет Так что если по тому списку вы ответили, да, все окей, а котик все равно плачет в туалете Ищите причину, идите к ветеринару, потому что это может быть воспаление, опухоль, глисты и что угодно Кстати, про глистов и болячки Шок! Кошачьи фекалии смертельно опасны для детей Кто-то скажет, ну дети же не едят кошачьи какашки Он может залезть в золоток Юху, какая маленькая классная песочница, а тут еще какие-то маленькие конфетки лежат А после этого незаметно для вас от кошек можно заразиться бартонеллезом, токсоплазмозом, токсокорозом, чесоткой и даже грибками Кошечки, как вы видите, не так уж безопасны И в интернете даже есть очень популярный запрос Чем опасен запах кошачьей мочи? Вот прямо сейчас напишите в комментариях, да или нет, как вы думаете реально опасен ли он или нет Для моего здоровья, для вашего, вы удивитесь, но только нервами То есть сам по себе запах не вреден и на него даже нет аллергии И многие за всю жизнь вообще нормально привыкают себе к этой вонии и все окей У некоторых он миллиард кошек, воняет капец как, но они такие Ничего не чувствую Какой-то странный запах Гиацин цветет, может это он А некоторые просто дико мучаются Расскажите, мучает ли вас этот запах И ведь действительно, наполнители очень часто начинают ужасно вонять Даже когда котик использовал его всего пару раз И вот сейчас мы подошли к самому главному тесту Вонючий кот Говорят, что они идеально борются с запахом Так вот, я сделала очень много проверок Поверьте Сколько раз только киса Алиса не написала в этот наполнитель Мы живем в мире, где искусственный интеллект торгует на бирже криптовалюты и рисует картинки И мы до сих пор не придумали, как передавать запах через видео И мне очень жаль Все виды ароматов Smelly Cat сразу же включаются просто моментально Как только в наполнитель попадает моча Они начинают пахнуть очень приятно И главное, безопасно для людей и котиков Даже если еще туалет не убран Так что остается только выбрать приятный для себя и вашей киски запах В том вопросе, за который реально вонючий кот топит Они реально побеждают очень мощно Просто с огромным отрывом от всех других наполнителей Вонючий кот не вонючий Вонючий кот не воняет Вот такой вот парадокс Ладно Переходим к самому личному и наболевшему Когда она написала прямо мне в кровать Итак, стоит прекрасное утро Я нежусь в кровати Птички поют за окном Солнечный свет пробивается сквозь шторы И киса Алиса, как обычно, приходит меня будить Проходит какое-то время, и я начинаю чувствовать Чувствовать что-то теплое И это явно не киса Алиса в районе вот здесь, вот ног и бедра Под собой И я понимаю, что Эта киса Алиса взяла и написала в кровать Прямо рядом со мной Это была просто жесть Такое в моей жизни случилось первый раз И какие есть варианты? Не сдержалась проблемы со здоровьем Значит, надо к ветеринару Но мы там недавно были, все ок Неожиданные изменения и стресс Но ничего не происходило Мы не переезжали Отсутствие хозяина или скучание Есть такая версия, что кошки таким образом Зовут хозяина обратно домой Если он стал надолго и часто уезжать Смотри, кожаный, я ссу тебе на кровать Возвращайся скорее домой Тревога Что-то не так, как обычно Но ничего не происходило Лоток где-то в неудобном месте И кровать высокая Кажется более безопасным местом для киски Особенно, если в доме есть какие-то другие животные Но нет, лоток там, где было Она в него уже ходила Еще одна шокирующая, удивительная причина Это то, что кошке может нравиться материал одеяла Тогда нужно менять наполнитель Чтобы одеяло казалось ей хуже, чем наполнитель Но нет, наполнитель не менялся Последний вариант Может быть она метит И это конкуренция И да, точно Киса Алиса тогда была маленьким котенком И она не была стерилизована Что значит, что она конкурировала Возможно, со всеми собаками За меня и за территорию Но самое главное Это то, что кошка чаще всего писает В кровать хозяина Потому что ей не нравится ее туалет Вот, например, в более уже взрослом возрасте Киса Алиса прям ходила и звала меня в свой лоток Она прям кричала И явно показывала, что мне надо идти за ней Когда я зашла, я увидела, что там кругом гранулы возле лотка И какашек в туалете не было И тут-то я поняла Это мои собаки лазят в ее туалет Да, у собак бывает такая странная вредная привычка Ковыряться в кошачьих какашек И иногда даже есть А для кошки это небезопасно Это чужой запах И тогда мне пришла гениальная идея Купить лоток с верхним входом Ни с бопу, ни снизу от стерху Та-дам! Собаки не могут туда залезть Гениально Ну, а во-вторых, пора было уже реально поменять наполнитель Нет, я не свинья Я постоянно стабильно прибираюсь у кошки Но так уж вышло в тот момент Я уж точно не помню, но у меня был тогда какой-то странный иностранный наполнитель Странный иностранный Который очень быстро начинал вонять И размазывался по лотку, когда намокал И приходилось каждый раз мыть лоток Вот со Smelly Cat, который мы сегодня тестируем Такого не происходит Убрал комочек и какашечки Досыпал и все окей И Алиса не разносит на лапах эту грязь вокруг Даже несмотря на то, что она выпрыгивает из него Короче, реально получается, что вонючий кот Какое же классное название По всем пунктам доказал, что это очень достойный наполнитель И получается одна из лучших новинок на нашем рынке сейчас Так что я лично всем вам его рекомендую В описании я, как обычно, оставлю ссылку на товар из обзора Заказывайте обязательно своим котикам Пробуйте, цена 100% соответствует качеству А напоследок еще одна очень странная Туалетная привычка моей кисы Алисы Обязательно напишите, происходит ли у вас такое Но это просто капец Когда Алиса сходит в туалет по-большому Она потом носится по дому вот так вот и мявкает Будто она радуется и веселится Ура, я покакала! А какие есть туалетные привычки у ваших котиков Обязательно делитесь в комментариях Ну вот не могла я не закончить Ни на какашках, Аня